Магита Суфимович, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами разговариваем сразу после того, как у вас закончилось годовое собрание акционерства, в котором были приняты большое количество важных решений, в том числе и годовой отчет, решение о распределении прибыли, решение о дивидендах. Вы вообще довольны теми решениями? Мы готовили это решение, вчера поддержал Совет Директоров, а сегодня, конечно, это день для любого акционерного общества, главный день в году. Поэтому акционеры поддержали наши предложения по дивидендам и по развитию компании, по итогам 2017 года. Мы придерживаемся той стратегии, которую я озвучил в марте месяце на дне инвестора, поэтому они поддерживают нашу стратегию. Ну вот как раз в марте месяце на несколько дней «Лукол» стал лидером по капитализации своей и обогнал все ее другие нефтяные компании. Вот Вы бы не хотели вернуть себе это лидерство. Но когда давали интервью, Вы сказали, что все-таки для нефтяной компании главное – это, собственно, добыча запаса нефти. Но, тем не менее, Вы даете весьма неплохие дивиденды. Мы не ориентируемся на капитализацию, мы ориентируемся на финансовые показатели и производственная часть нашей деятельности. Поэтому сегодня то, что какие-то пики могут быть, они могут быть. Но объективно, конечно, сегодня главная ценность любой компании – это ее запас. Потом финансовые результаты. Поэтому я думаю, что такие компании, как «Газпром», «Роснефть» имеют уникальный потенциал для роста и капитализации, и производственных своих показателей. Чем тогда «Лукоил» может привлекать акционеров, если мы видим все-таки большой интерес? Ну, «Лукоил» всем привлекает, чем акционеров? Своей предсказуемостью, своей дивидендной политикой, которой надо отдать должное все кинам, что мы ни в 1998 году не меняли свои дивидендные политики, ни в 2006-2008, 2014-2016, даже в кризисные годы мы соблюдали темп роста наших дивидендов хотя бы на российскую инфляцию. Мы их четко выдерживали всегда. Поэтому нам верят сегодня. Сейчас вы получили больше, выше инфляции. Да, мы подняли практически дивиденд на 10%, это результаты нашей компании, подталкивают нас и делиться с нашими акционерами той частью прибыли, которую мы имеем. Ваши планы по обратному выкупу акций? Мы с вами уже разговариваем на Витальском форуме про это. Есть ли какие-то изменения или планы остаются теми же? Планы остаются теми, 3 миллиарда, может быть, лет. Да, и мы уже на 19 июля на Совете Директоров вносим данные вопросы на утверждение. А финансовыми результатами довольны? Да, мы довольны. Мы считаем, что в сложной ситуации 2017 года компания «Тюки» смогла мобилизоваться в 2014 году. И 2015, и 2016, и 2017 годы – это годы упорной работы. Мы смогли стать более эффективными. Мы снизили издержки. Наши руководители в местах показали уникальные результаты своей эффективности производства. То есть, у нас огромные оказались резервы, что позволило нам продемонстрировать хорошие результаты. Не только через рост цены на наш основной продукт на нефть. Но рост цены на нефть все-таки тоже собирается. Мы разделяем сюда это. Мы разделяем нашу эффективность на рост цены. На каком процентном соотношении? Где-то процентов 35 – это уже деятельность наших руководителей, которые за это и получают мотивацию. А как Вы считаете, в следующем году 100 будет? Нет, я эту цифру даже не рассматриваю. Мы даже ближайшие действия не рассматриваем. Вы как-то консервативно очень закладывали. Я не хотел бы прогнозировать цену на нефть по одной причине. Потому что когда сегодня участвует государство в регулировании объемов производства, потому что государство принимает решение увеличить объем производства, сократить. Ведь мы же только исполнители, недра в России принадлежат государству. Любой инструкцией, получаемой с министерства нашего, мы их выполняем. Поэтому сегодня трудно предсказывать цену на нефть. Но все-таки есть стабильный спрос, есть стабильный рост спроса. Надо удовлетворять рынок. Мы должны выполнять свои миссии, обеспечить человечество объемы энергетики, энергии по доступным ценам. Ну а прибыль в связи с таким ростом, она как-то может увеличиться? У Лукоилов такие продажи. То есть она увеличится? Да уж не имеется. При сросту стоимости нашего продукта конечно растет и прибыль. Но сегодня предсказать прибыль очень сложно, потому что рынок нестабильный. Налоговые законодательства сейчас сформируются окончательно. То есть оно будет еще только внесено в Думу, какой итоговый результат будет. Поэтому предстоит большая работа для того, чтобы сохранить ту норму рентабельности, которую мы имели в 2017 году и первом полугодии 2018 года. Эта неделя еще очень важна, потому что заседает сейчас Вене ОПЕК+. Мы знаем, что Россия и Саудовская Аравия очень важную роль играют в этом объединении, если можно так сказать. И позицию этих стран мы тоже знаем, что в принципе уже можно размораживать заморозку. Если можно так выразить. Что же сказать? Все-таки должно быть принято решение. Ну вот вы склоняетесь к чему-то, что уже пришло время? Ну мы ориентируемся больше не на объем потребления, а на то, как снижаются остатки глобальные. Они снижаются, они реально снижаются, они сегодня ниже средних пятилетних. Поэтому, конечно, нельзя допускать того, что стоимость нефти снова уйдет за 100. И это снова даст толчок к развитию альтернативных источников энергии. Это даст толчок для развития, так называемых, низкоррентабельных мистралей, для принятия решений по углубоководию в начале их освоения. То есть мы должны суперстабилизировать рынок, сделать его предсказуемым. Это снова вызовет социальное напряжение в многих странах. Как в России мы же видели, как рост цены на бензин вызывал сколько нередотворенности у населения. А то же самое в Соединенных Штатах, то же самое в Европе. То есть мы должны думать о своих потребителях. То есть вы считаете, что большая вероятность того, что увеличение добычи... Для того, что стабилизируется... Как это на компании «Лукоэлл» так расскажет? Мы заложили в ближайшие 3 года 5-50 долларов за баррель. Мы консервативно подходим. Мы не меняем своих ни инвестиционных планов, ни параметров исходных для формирования бюджета. А наращивая добыча на сколько вы делаете? То есть мы, как только разрешат, у нас... Насколько скажете? Нет, это объем, который у нас есть. У нас 18% от того, что ограничено Российской Федерацией. Мы это нарастим. Если будет принято решение в нашем министерстве. Еще сегодня в правительстве обсуждалась такая важная мера, как налоговый маневр с участием нефтяных компаний, естественно. Вот в чем его суть? Это вообще для нефтяников, если так, чтобы более было понятно для людей, это для нефтяников хорошо или плохо? Знаете, в чем дело? То есть налоговая система Российской Федерации, она всегда была нестабильна. За последние пять лет, за четыре года даже, 32 раза подменялось законодательство. Мы выступаем за стабильность налогового режима. Для нас очень важно налог на добавленный доход, чтобы предсказуемость была экономических результатов, освоения месторождения после утверждения его правительства. И вот налоговый маневр. Налоговый маневр дает возможность, конечно, сегодня, и нам, и правительству, иметь какие-то долгосрочные правила игры. То есть не будет экспортной пошлинности, будет только налог на добычу полезных ископаемых. Будет предсказуемая акцизная политика. Я благодарен Дмитрию Николаевичу Козуку и министерствам, и финансов, и энергетикой, и экономикой, которые активно вовлекли нас в обсуждение нового законодательства. Мы обычно нас не вовлекали, мы получали законы. А сегодня этот закон, который внесен на правительство, обсуждается, он был обсужден с нефтяными компаниями России. То есть нефтяные компании были за такую... Принимали все участие, и Роснефть, и Газпромнефть, и Лукул, и Татнефть, и Сургут. То есть сегодняшний закон, проект закона, который внесен в правительство, он обсуждался и практически акцептован не только правительством, но и в том числе и субъектами рынка нефтяного. Поэтому мы надеемся, что он не ухудшит ни финансовое положение нефтяной отрасли, а даст, наоборот, толчок для Евразии. Продолжение следует...